Проект «Молодые лидеры Абхазии за мир и развитие» длился ровно год. Он объединил более 500 детей из разных районов республики. Главная цель проекта – расширение возможностей молодежи Абхазии путем формирования, развития, совершенствования лидерских качеств и выработка навыков владения новейшими компьютерными технологиями. В рамках данного проекта мы также попытались предоставить доступ молодым людям из разных районов Абхазии к разным услугам дополнительного образования. Сегодня молодой человек должен уметь критически мыслить, уметь анализировать последствия принимаемых решений, уметь себя правильно позиционировать, уметь взаимодействовать в команде. В рамках проекта «Молодые лидеры Абхазии за мир и развитие» были созданы 10 молодежных клубов в Сухумском, Гулырыбском, Ачимчирском, Тварчалском и Галском районах. Открыты два компьютерных класса на базе Сухумской 10-й школы и Галской школы номер 2. Компьютерные классы дали возможность школьникам посещать занятия по изучению программирования. Помимо этого, за время проведения проекта были организованы встречи, где ребята имели возможность развивать организационные и ораторские способности, получили опыт командной работы и выступлений на публике. Те навыки, которые вы получаете в этих проектах, это навыки, которые вам позволят в этой жизни смело, с поднятой головой, открыто встречать все то, что нам, к сожалению, иногда преподносит не всегда хорошая жизнь. И поэтому навыки, как говорила Оксана, критического анализа, мышления, это те навыки, которые вам на самом деле помогут в будущем. Итогом совместной работы молодежных клубов и учащихся компьютерных классов стали три мобильных приложения на социально актуальные темы страны. Одно из приложений – мобильный тест на знание правил дорожного движения, который поможет водителям лучше ориентироваться на дороги и уменьшить количество ДТП. Также ребята презентовали карту достопримечательности Абхазии с указанием доступа для посещения людьми с ограниченными возможностями. Эта карта поможет получить необходимую информацию как местным жителям, так и туристам. А для охотников школьники создали мобильную игру, которая поможет узнать о редких птицах Абхазии, занесенных в Красную книгу, и тем самым избежать их отстрел. Сами же участники признаются, что проект помог им реализовать себя в различных направлениях. Этот проект является очень уникальным для нас, уникальная возможность для нас получить какие-то знания, так как в Абхазии вообще эта отрасль, инфобезопасность, информационные технологии, IT-технологии не развиты. И эти курсы нам помогли освоить эти азы, чтобы потом мы уже могли поступить в определенные вузы, начать работать. Для меня это было очень увлекательно. Я научилась программированию, мы ездили с ребятами по разным городам, общались друг с другом, подружились. Всем участникам проекта были вручены грамоты и памятные подарки. А организаторы признались, что и в будущем планируют создать подобный проект. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.